Вот мы и подошли к четвертой, заключительной части рассказа об одной из знаковых флоридских команд. Части, в которой будет все, взлеты и падения, обвинения друг друга со стороны участников группы во всех неудачах банды, уход и возвращение музыкантов и прочие веселые вещи. Но тем не менее, команда Трея известна любому, кто слушает дезметал, ведь команда внесла весомый вклад во многие жанры экстремальной музыки. Итак, начнем же крайнюю главу истории о Morbid Angel. Formulas Fatal to the Flash, как я говорил в предыдущей части, стал спорной работой, включая и мнение фанатов, часть которых была возмущена сменой фронтмена. Но уход Винсента, возможно, стал и спасением для команды. В одном интервью Трей высказывался по поводу кадровых перестановок в группе. Его позиция заключалась в том, что Дэвид тащил команду в чуждом азототу направлении. И в какой-то момент гитарист Морбидов понял, что именно он является основателем команды и должен контролировать то, что происходит внутри его банды. Вдогонку Трей считал, что многие вещи Винсента, которые он высказывал непосредственно в текстах, а также во многих интервью, негативно повлияли на имидж группы, что впоследствии, возможно, привело к отказу Джайн сотрудничать с ангелами. Формула, по сути, является тем рычагом, что вынул Морбид Энджел из мейнстримового болота. И это только начало сложных взаимоотношений с бывшим-будущим вокалистом банды. Почти через пару месяцев после выхода в Формул стартует большое европейское турне, в ходе которого парни отыгрывают более 40 концертов в 18 странах, а также колесят по США, Канаде и делают вылазку в Японию. И все это, конечно же, с поддержкой Эрика Рутена, который согласился отложить Hate Eternal в долгий ящик и помочь парням в нелегком концертном деле. Когда речь идет о гитаристе из Нью-Джерси, у меня создается острое ощущение, что Рутен всегда был где-то посередине между участником группы и сессионным музыкантом, хотя он сам в интервью заявлял, что всегда будет чувствовать себя членом банды Трея. Наступает 1999-й, а Морбиды продолжает колесить по родным землям, распространяя формулы и готовя новый материал, а также выпускает лимитированные издания для коллекционеров под названием Love of Lava. По сути переиздали формулы с бонусным CD. И тут вам в глаза должна броситься одна несостыковочка. Love, буква L. В английском алфавите стоит гораздо дальше буквы F, таким образом ломая схему названия альбома в алфавитном порядке, выбранную бандой на заре становления. Так подумал я сначала, но стоит вспомнить альбом ремиксов, который назывался Лайбах Ремиксус, который соответственно тоже выбивался из той самой схемы. На диске были записаны различные партии соло от Трея, а также подписанный им медиатор. Продажу поступило 5000 копий без зеленой смерти, а значит какой-то душесчипательной истории за этим диском нет. Вот мы и максимально приблизились к новому витку в истории Morbid Angel, а точнее записи и выпуску пластинки на букву G. Getaways to Annihilation. Название, видимо, было связано с началом нового тысячелетия, пресловутой проблемой 2000 и несостоявшимся апокалипсисом, который был самой обсуждаемой темой в 99-м году. Ну, у меня есть еще шуточная теория, если учесть любовь Трея к видеоиграм, к которым мы еще сегодня вернемся. Аббревиатура альбома GTA намекает на известную серию игрулик от Rockstar, которую Азотот явно шпилил на своем ПК. Доиграв в конце 99-го года последние концерты, группировка под предводительством Трея вновь отправляется в Мори Саунд, взяв в качестве продюсера второго брата, Джима Морриса, с которым они сотрудничают в первый и последний раз. Вся четверка заседает в студии и совместными усилиями ваяет очень сильную работу. Стив в этот раз с головой ныреет в сочинение материала и пишет почти всю лирику для аннигиляции. Хотя, как вспоминает Азотот, он контролировал процесс и обсуждал отдельные мысли Такера, либо правил то, что ему было не по душе. Также Стив полностью сочинил трек He Who Sleeps и совместно с Треем To The Wicked At The Spoils, At One With Nothing и I. Хочу отдать должное и вокальной работе музыканта из Цинциннати. Голос стал разнообразнее и в этом плане это одна из самых сильных работ как Такера, так и Моррид Эйнджел. А Азотот же возвращается к своей семиструнной подруге, которая покрывалась пылью на предыдущей работе и большую часть материала пишет на ней. А вот вклад Рутена в материал седьмой работы Морридов невелик и по сути это эмбиентный Awakening и завершающий альбом трек God of Forsaken. Не самые лучшие на пластинке. Это логично, ведь у Эрика был Height Eternal, который отнимал много сил, о чем Рутен не раз заявлял в интервью. Если кто-то думал, что Моррид Эйнджел больше никогда не выстрелит и Дез Метал уже никому не нужен, он сильно ошибался. Популяризация жанра зависит не только от мажорных лейблов, но и от развития самой аудитории почитателей экстремальной музыки. А еще желание более мейнстримовых команд помочь коллегам по метальному цеху. 5 августа 2000 года, за несколько месяцев до выхода Getaways to Annihilation, банда Трея гремит на Wacken Open Air, делая короткую вылазку в Германию, после чего до декабря опять сохраняет концертное молчание. Это лишь начало масштабных концертов, что пройдут в 2001 году и позволят Моррид Эйнджел расширить аудиторию любителей Дез Метал. 17 октября 2000 года Getaways to Annihilation был представлен почитателем метального андеграунда, и название альбома было пророческим. Но все по порядку. Банда Трея начала возвращаться к старым привычкам и правильным решениям. Во-первых, впервые с алтаря парни вернулись к сотрудничеству с художником Дэном Сегрейвом, который предоставил флорицам шикарнейший арт для пластинки. Обложка получилась атмосферной и мрачной, как нельзя хорошо отражающей содержание новой работы ангелов. Идеальная упаковка весьма съедобного альбома, создающего четкое послевкусие одного из лучших альбомов Морридов. И, возможно, это обусловлено вторым пунктом. А зато опять заручился поддержкой, как я говорил уже, братьев Моррис. На этот раз Джимом, который в качестве продюсера вместе с Треем смог накрутить плотный, мрачный и злой звук. Хороший, качественный, в котором читаются все инструменты, работающие как единый механизм в миксе. Стоит отметить и источники вдохновления Трея, и часть того, чем была забита его голова в то время, настораживает. А также, возможно, скоро прольет свет на некоторые события, связанные со Стивом Такером. Во-первых, а зато рассказывал, как повлиял на его духовное состояние Энтони Робинс, которого он назвал лекарством. И выдавая еще кучу эпитетов, восхвалявших труды этого человека. Если говорить коротко, то это бизнес-тренер, известный своими псевдомотивационными семинарами и прочим шарлатанством. Критику и разоблачение этого персонажа при желании вы можете нагуглить. Следующим сомнительным гуру, направившим гитаристом орбитов на путь духовного познания и медитаций, стал Дипак Чопра. Его псевдонаучные труды о духовности и не менее упоротые мысли о нетрадиционной медицине не раз подвергались критике, в особенности то, что люди вредили себе, отказываясь от эффективного лечения в пользу малонаучного бреда индусского писателя. В музыкальном плане у Трея в то время было два фаворита. Пинк Флойд, который не раз влиял на сочиняемый материал, и, как ни странно, The Gathering, музыку которых он восхвалял чуть ли не в каждом интервью, особенно восхищаясь их последним на тот момент альбомом. How to measure a planet. Однажды гитарист морбидов даже вел переговоры, чтобы записать пластинку, надеюсь не под маркой Morbid Angel, с их тогдашней вокалисткой Аннике Ван Гирсберген. Но, видимо, что-то не сложилось. Ну и, конечно, видеоигры и связавшая Трея по рукам и ногам Quake 3, в которую он играл совместно с Такером и собственным кланом Sailor Scouts. Явно на название повлияло аниме, а зато-то рассказывал, как любил следить за игрой команды, при этом держа в руках гитару и придумывая партии соло к новой пластинки. Ну и любовь к BMX. И вытворять, по его словам, глупые вещи на нем. Возможно, тоже отразились на творческом настрое отца Морбидов. Фанаты Death Metal слушали свежий продукт от ангелов, а Трею позвонил один из них. Человек, который искренне любил музыку Morbid Angel, Фил Ансельман, вокалист группы Pantera и множество других проектов, который решил, что парни будут классным суппортом на их концерты в Тампе во время совместного тура с Китти. Существовала, кстати, легенда, что Стив Такер запал на одну из участниц этой девчачьей нью-метал-группы. Но в одном интервью вокалер Ангелов ответил, вы что, они же страшны. Как вы поняли, парни сыграли на разогреве у Пантеры. И это было только начало сотрудничества Morbid Angel с бандой из Техаса. 6 февраля 2001 года у Пантера стартует тур The Real Steel, в котором принимают участие Soulfly и, конечно же, Morbid Angel. И лучшего промо-тура в поддержку свежей пластинки и придумать нельзя, с учетом большой аудитории грув-метал команды. Парни в интервью говорили, что возлагает огромные надежды на эти гастроли. На первом же концерте в Сан-Хосе на сцену к Morbid'ам выходит сам Фил, и совместно они исполняют трек Day of Suffering с Блаженных. Как и рассказывал Трей, еще Винсент познакомил вокалиста Пантеры с музыкой Morbid'ов, так что совместный тур это был вопрос времени. Real Steel продлился два месяца и закончился в апреле. И к этому моменту в группе снова гремел гром. В начале апреля Стив Такер заявляет, что хочет быть ближе к своим маленьким детям, семье, приплетает какие-то личные неурядицы и оставляет Morbid Angel без голоса и баса. Но в последующих интервью он начинает понемногу проливать свет на то, что творится внутри группы. Для начала он будет говорить, что был искренним, в отличие от других, что в группе нет братства. И есть вещи, частью которых он не хочет быть. Но уже через год он более конкретен в словах и говорит, что для Азотота группа это бизнес. И что он однажды, встав на мейнстримовые рельсы, хочет продолжать по ним катиться. Судя по увлечениям гитариста Morbid'ов бизнес-тренерами, в это охотно верится. Но не стоит судить людей, ведь у всего есть две стороны. Об этом не стоит забывать. Трей для Такера становится человеком, с которым уже трудно находить общий язык. Видимо, очень много поменялось с момента телефонного разговора, после которого Такера взяли в группу. Басист из Цинциннатии делает упор на то, что семейные дела это не основной мотив ухода. В общем, бывший участник Ангелов заверяет, что музыку он не бросает. И сперва рассказывает о новом проекте под названием Шенк, а после о возрождении церемонии. Или наоборот. Но, забегая вперед, скажу, что ни один из этих проектов так и не появился на свет. По сложившейся традиции, мы не прощаемся со Стивом, ведь ушедшие из Ангелов музыканты иногда туда возвращаются. Фил Ансельма хотел продолжения банкета и звал Morbid Angel присоединиться к их Extreme Steel вместе со Slayer, Static X и тухлой New Metal командой Scrap. Это невозможно было бы сделать без басиста и вокалиста. Но вовремя подсуетившийся Эрик Рутен притаскивает неплохой вариант басиста своей команды Hate Eternal, Джареда Андерсона, с которым банда Трея и турит вплоть до августа 2002-го, когда наступает очередной переломный момент. Что еще интересно, в середине 90-х Андерсон музыцировал со Стивом Такером. Правда, играл он тогда на гитаре, а банда называлась South Assistant. Концерты проходили неплохо и казалось, что Morbid'ы быстро укомплектовали состав, восстановились от потерь и готовы продолжать свой крестовый Death Metal поход. Но у Ангелов не бывает все хорошо длительный промежуток времени. Джаред и Эрик по сути являлись сессионными музыкантами, а с учетом того, что у их основной банды был на носу выход пластинки King of All Kings, было понятно, что маленький плод Азотота вот-вот затонет. Да, Пит и Трей снова остаются одни. Вскоре после релиза пластинки Hate Eternal Андерсон покинет группу, которой проиграл 5 лет, чтобы пройти лечение в реабилитационном центре и перестать сидеть на запрещенных препаратах. Это, в общем-то, и завершит его карьеру. В группу Рутена он не вернется. А 14 октября 2006 года он умрет во сне. На дворе 2003. У Трея и Пита на руках большое количество материала, написанного еще в период странствований в поддержку Getaways. Но нет ни вокалиста, ни басиста, ни второго гитариста. Другой стороны есть Стив, который пытается собрать свой бесплотный проект. Все, как и в прошлый раз, решил телефонный звонок. А зато звонит Такеру и беседует с ним на тему возвращения в команду. Даже немного не так. Гюнтер Форд периодически созвонился со Стивом и уточнял, как у него дела. Пока в какой-то момент не предложил сперва поговорить с Питом, а уже потом с Треем. И вот уже Такер в интервью рассказывает о том, что оставил Ангелов из-за семьи, так как понимал, что в тот момент хочет уделять им больше внимания, чем странствованию по миру с музыкальной труппой. Но, наигравшись с обосранными подгузниками, он решает вернуться в ряды титанов Death Metal, чтобы освоить очередную букву английского алфавита. Букву, после которой банда Трея опустится на самое дно музыкального бизнеса. И все это благодаря седьмой или восьмой полномасштабной работе с привкусом ранних поток Трея на поприще богохульного металла. Heretic. Начнем по порядку. Первое, что сделали парни, забили на студию в Тампе. Да, море саунду морбиды помахали рукой. На этот счет было высказано много мыслей, но все они сходились в одной точке, что так было лучше для того материала, который мы можем услышать на Еретике. Трей говорил, что хочет сырого андеграундного звука, способного вернуть ранние годы ангелов, хочет брутала и трушности. Стив вообще сказал, что братья Моррис не так врубаются в хотелки морбидов, как персонал новой студии. Да, банда Трея отправилась в D.O.W. Studio, что в городе Сефнер. И под предводительством Хуана Панчи Гонзалеса, как сопродюсера, и записали альбом. Стоит сказать, что Хуан является не последним человеком в индустрии. И в течение десяти лет часто был звукорежиссером на концертах у Morbid Angel. Возможно, именно поэтому парни считали, что ему виднее, как в 2003-м должен звучать флоридский Death Metal. Может быть, Панчи сделал все так, как хотел Трей, или не мог сделать лучше. А может, есть и другие факты, повлиявшие на качество пластинки. Да, Херетик, увы, для большинства фанатов, не входит в золотой фонд Morbid Angel. Хотя это и не самая провальная работа все еще впереди. В отличие, например, от формул, которые хоть и весьма спорны, но все же стали новой вехой в истории команды. В чем же причина того, что Еретик стал пресной, недожаренной отбивной и жирной свининой? Скорее всего, свет на это пролил Стив в одном из интервью, где он рассказал, что материал допиливался в условиях сжатых сроков, в особенности тексты, которые были готовы чуть ли не в последний момент. Трей хотел выпустить пластинку к конкретной дате и хотел, чтобы запись прошла быстро, без лишних раздумий. Хотя Такер и говорил, мол, работа в условиях жгучего дедлайна тебя подстегивает и бодрит. По ходу дела, альбом был просто слеплен на скорую руку из весьма разных по консистенции предметов, если вы меня понимаете. Не совсем ясно, зачем надо было мчаться в студию и писать пластинку сразу после того, как Стив вернулся после двух лет семейной жизни. Возможно, после грядущих событий, а зато осознает, сразу как ты вернул старого музыканта в ряды древних, не стоит бежать в студию и писать альбом. Хотя с будущей пластинкой и это не поможет. Если говорить о музыке, то сложно услышать что-то действительно стоящее на пластинке под ворохом ватных гитар и искалеченного в плохом смысле слова голоса Такера. Такое впечатление, что его разбудили среди ночи и сунули в руки микрофон. Это больше похоже на запись репетиций очень усталых музыкантов. Будто Morbid Angel сутки репетировали материал, а потом их с одного дубля заставили записать еретика. Многие фанаты также жаловались на большое количество инструментала, которого будто добавили, чтобы забить хронометраж. Барабанные соло с Сандавала, где Панчи говорит Еще раз создают впечатление записанные репетицией. Помимо барабанных партий Пита и Эмбиента, на альбоме присутствует композиция Born Again, по сути являющаяся гитарным соло из песни Security Limitations с предыдущего альбома Getaways to Annihilation. И звучит она так, будто Трей разучивал соляк, а кто-то все это записал и выложил на альбом в виде готовой композиции. Кстати, по словам Такера, его удивил Пит при создании инструментала. Оказалось, он неплохо играет на фортепиано. Принимая все вышесказанное, еретик выглядит так. Вам под елку положили большую коробку, в которую кинули маленькую конфетку, о которой поговорим чуть позже, и напихали старого, ненужного никому хлама, чтобы создать объем. На пластинке засветился Карл Сандерс из Nile, записав соло для трека Girl of Our Own Divinity, которая провалилась в пустоте этой работы. Я еще раз уточню момент. Стив и Трей уверяли, что это будет сильная, спродюсированная правильными людьми концептуальная пластинка. Единственным треком, представляющим больший интерес, чем все остальное на альбоме, является Enshried by Grace, на которой было снято видео, благодаря тому, что Earache выделил бюджет, ведь альбом надо было как-то продвигать. Клип был снят в Тампе. Режиссером стал Пит Бриджуата, который снимал видео для D-Side, Mortis, The Haunted и многих других подопечных Digby. Видео крутилось на MTV2, подогревая фанатскую базу жаждущих живых выступлений банды Трея и явно старых хитов. Кстати, это первый за долгое время клип. Последним до него был Where the Slime Leaves. Так что это первое видео, где засветился Такер. Давайте также обсудим обложку, увидев которую, я подумал, что Трей сам, наверное, решил осваивать фотошоп. Но на самом деле это иллюстрация художника Марка Сасса, который, похоже, какой-то любитель. Но если посмотреть на другие его работы, которые весьма неплохи, становится непонятно, почему обложка еретика такая отсосная. По мнению парней из Morbid Angel, на ней изображена Лилит, а может еще кто, в огненной стихии и ее зеркальное отражение в стихии воды. Рассуждая же о содержании пластинки, Трей и Стив рассказывают о ее глубокой философии, поиске путей духовного развития, а также о язычестве, как об одной из тем, пришедших на смену бесовских текстов Дэвида Винсента. Но громкие слова о философии и концептуальности разбиваются о полную неряшливость музыкальной составляющей этой работы. 23 сентября 2003 года Heretic все же вышел, а в ноябре банда отыграла в США 16 концертов в поддержку альбома. Наступил 2004-й. Группа добила тур в поддержку свежачка и отправилась в Европу навестить фанатов из Старого Света. Также дядьки из Флориды в нескольких интервью говорят, что надеются принять участие в туре The Blackest of the Black, организованным дансингом. Вместе с SuperJoin Ritual и Behemoth, который был намечен на осень. Но в августе, после возвращения из European Heritage Tour, Такер заявляет, что теперь уже точно, теперь уже окончательно уходит из Morbid Angel. На первых же интервью Такер говорит, что скорее всего новым вокалистом станет Винсент. Ведь несмотря на то, что Дэвид и Морбиды сейчас это разные миры, Реюнион будет отличной темой и возможно заставит Винсента вернуться в Death Metal. Хотя этот парень больше внимания уделяет имиджу, нежели музыке. Существует информация, подтверждение которой я не нашел. Что еще до выхода Еретика и возвращения Такера, менеджмент команды вел переговоры с Винсентом. Но они не увенчались успехом. Также Стив на вопрос о Heretic ответил следующее. Мнение людей о пластинке совершенно верны. На альбоме есть пара хороших песен, но все испорчено во время производства. Все испортило паршивое продюсирование. И несмотря на утверждение Трея о лучшем звуке, что был у Морбид Энджел, людей не проведешь. Хлопнуть дверью Такер смог. Но если вы не в курсе истории Морбидов, я вам скажу, что мы еще вернемся к Стиву как к вокалисту Морбид Энджел. В августе, вскоре после внезапного ухода Стива, упомянул, на носу Морбидов висят концерты в Южной Америке. Менеджмент группы звонит Винсенту. По словам Дэвида, он до этого пересекался с промоутерами концертов банды Трея. И те, по его словам, заявляли о каких-то конфликтах внутри группы. И наш мальчоган, почувствовав манящий запах чего-то там, уже был готов сказать да. Но менеджера было мало. Винсенту звонит сам Трей. И они быстро улаживают какие-то там терки. И 6 августа Морбид Энджел мчит в Мексику. Уже обновленным составом. Что можно было понять по сет-листу. Составленному из песен Винсентовского периода. Кстати, посмотрев все попадавшиеся мне списки песен для живых выступлений за период 2004-2009, я вам скажу, что он не сильно-то и менялся. Кто-то радуется Реюниону, золотой состав в сборе. Прюнул, конечно, не в счет. И многие преданные фанаты ждут, что за вкусняшку предложат флоридские парни на этот раз. Ведь еретик получился, мягко сказать, не очень. Но банда Трея не спешит запираться в студии, а гастролирует целых 7 лет. Да, такого альбомного затишча у группы еще не было. И может быть и не надо было его прерывать. Говоря про живые выступления, либо Винсент за те 8 лет отсутствия в группе растерял былой навык, либо ему было влом напрягаться, либо латексная футболка сдавливала пивное пузо. Но на концертах его голос звучит крайне невнятно и жутко сыпучий. В этом плане он сильно проигрывал тому, что выдавал Стив Такер. 28 февраля 2009 года в ходе выступления на Мейден-фест в Мексике, Морбиды презентуют новую песню «Nevermore», готовящегося альбома, которую, по словам Винсента, очень тепло приняла публика, которая еще не догадывалась об экспериментах группы. Стоит отметить и те, кто помогал ангелам в турах все это время. Тони Норман, покинувший в 2005 группу Монстросити и присоединившийся, как ни странно, впоследствии к Террорайзер. Наш старый приятель Эрик Рутен и Тур Андерс, выступавший под псевдонимом Дестрактор, известный многим по своей работе в Зеклон, собственно, с которым Трей и Дэвид и пошли в студию, но не с Питом. Еще в начале нулевых Сандавала начала мучить боль в спине, и только в 2010 году он отправился на операцию по восстановлению позвоночного диска, за которой последует длительный период реабилитации от 8 до 12 месяцев. Конечно, машина флоридского Дезметалла останавливаться не могла, тем более вот-вот парни приступят к записи пластинки, за которой последует тур, в котором Сандавал не сможет принять участие. К сожалению, годовой перерыв превратится в бесконечность, и Пит больше не вернется в ряды морбидов, по крайней мере на момент написания сценария для видео. Дэвид Винсент через пару лет после того, как они сменят Драмера, будет рассказывать, что Сандавал нашел путь к Богу, стал послушным христианином, что делает его возвращение в ряды морбидов просто невозможным. Барабанщик из Сальвадора тоже подтверждал, что он теперь глубоко верующий человек, но у меня не уходит легкое ощущение, что Пит понял, куда проваливается команда после возвращения туда Винсента. Хотя это лишь мое ощущение. Но в 2019 году парняги фоткались вместе, так что либо терки между ними закончились, либо их не было вообще. При этом в одном из интервью Сандавал говорил, что не общается сейчас с участниками морбидов, включая Трея. И ни о каком реюнионе не может быть и речи. Пит возродил свою старую банду Terrorizer, с которой записал альбом еще в 2006 году. На этом путь еще одного члена золотого состава морбидов в рамках нашей истории заканчивается. Пожелаем Питту успехов в его банде. Но вернемся обратно в 2010 год. Пустующее место барабанщика нужно было заполнять. И парни звонят, думаю, не без помощи Рутена Тиму Янгу, с которым Эрик записал свой дебютный альбом в Hate Eternal. Хотя после ухода из проекта Рутена, он успел поучаствовать в куче разношерстных команд. По словам Тима, он был поклонником морбидов и фанатом игры Пита. Но помимо Рутена, был еще один человек, который повлиял на то, чтобы Янгу дали в руки барабанные палочки морбидов. Наш старый знакомый Панчи, который в то время колесил с ангелами в качестве турменеджера и звукооператора, который был также знаком с Тимом еще со времен Hate Eternal. Позвонил ему и рассказал, что морбид Эйнджел сейчас требуется барабанщик, после чего передал контакты новичка парням из флоридской банды. Янг рассказывает, как вышел из Бургер Кинг и у него зазвонил телефон. На другом конце провода был Дэвид Винсент, который быстро описал сложившуюся ситуацию. Кстати, Тим говорил, что рассчитывал именно на временное замещение Пита, ведь парни убедили ее в том, что Сандавала никто не бросает, и они будут ждать его с распростертыми объятиями после реабилитации. Но, как вы уже знаете, этому не суждено было случиться. И вот мы и опускаемся на самое дно флоридских болот. И все благодаря... Илут Девинум Инсанус. Единственная работа Морбид Эйнджел, названная большинством фанатов и музыкальных критиков, самой провальной работой. Можно долго ругать или пытаться как-то оправдать эксперименты, на которые пошли Дэвид и Трей. Но этот альбом окончательно разрушил хрустальные связи между участниками группы. И ангелы рассыпались. И, как казалось, похоронили себя. Я долго думал, как описать музыку альбома и решил, что лучше всего за меня это сделают котики. Как могло показаться, Дэвид приволок с собой кучу неиспользованного материала гениталя мучителей. Но Трей во многих интервью начала нулевых рассказывал, что сейчас слушает много R&B и хип-хопа и другой музыки, под которую можно двигать телом. Видимо, он и решил записать танцевальный альбом, но только с точки зрения закоренелого десметалиста. Пластинка писалась в нескольких студиях. Ударные писались в Manor Recording Studios и Red Room Studios. Гитары и голос у нашего старого знакомого в D.O.W. Studio. Ну и чтобы, видимо, сохранить индустриально-танцевальный настрой альбома, за микширование взялся Шон Биван, до этого работавший с Nine Inch Nails и Мерлин Мэнсон. Работу он провел в своей Red Room Studios. Пит возмущался, зачем этот диджейский сет надо было выпускать под маркой Морбидов. Считал, это было плохой идеей. Тут, кстати, интересно. Материал создавался уже после того, как сам давал отправился на операцию. Или Трей с Дэвидом так сильно все переработали. Ответы, частично проливающие на это свет, будут чуть позже. Плюсом к смене стиля и гастролям по студиям стало и то, что Морбиды сменили лейбл. Попрощались с Дигби, Флоридси подписали контракт с французами из Season of Mist. В качестве продвижения пластинки банда снимает клип на трек Existe Vulgare, который один из немногих отдает прошлым творчеством команды. Обложку нарисовал бразильский художник, который работал с такими командами, как Arch Enemy и Machine Head, Густаво Сазес. Но сделаем передышку. У Морбид Эйнджел в арсенале полно старых боевиков, с которыми можно ездить в туры до конца жизни и радовать старых фанатов, а также собирать свежих любителей дезметалла. В общем, банда Трея так и сделала, успешно колесив по всему свету вплоть до декабря 2014 года. И что касается концертов и прошлого группы. Перед грядущими апокалиптическими событиями, произошедшими в банде Трея в апреле 2015, Ear Egg переиздает на виниле бутлежную концертную запись Morbid Angels периода Grind Crusher в количестве 1500 копий под названием Ювенилия, которая мало чем интересна обычному слушателю. Но эта пластинка застолбила букву. И вот снова или опять всему хорошему в истории Морбидов рано или поздно приходит конец. Что уж стало переломным моментом, но Трей создал целую кампанию против своего бывшего коллеги. Для начала 15 июня 2015 года, а зато официально на странице команды в Facebook заявил о возвращении Стива в группу. И в ближайшем интервью объяснил, что они живут с Винсентом в разных мирах. И что Дэвид единолично уехал в Лос-Анджелес, дабы сводить пластинку. И Трей, увы, не знал, что в итоге получится такой альбом. Он был просто ошеломлен конечным результатом. Ведь планировал, что пластинка будет тяжелее. А в итоге получилось так, что помимо вороха индустриальщины, Дэвид вывел голос на первый план, а гитары сделал глухими и безжизненными. Именно поэтому получилась такая шляпа. Последнее очень сомнительно, учитывая, что Азатот не раз говорил, мол, он единолично крутит материал так, как нравится ему. Винсент был более сдержан и сказал, что не сообщал о своем уходе. А о возвращении Такера узнал из новостей. После звонка Трею они вроде бы как расставили точки над И, поняв, что дальнейшее сотрудничество лишено какого-либо смысла. В тот же день, 15 числа, Тим сообщил, что ввиду финансовых разногласий, более не желает сотрудничать с Морбидами. Через несколько дней, 18 числа, Дестрактор объявил, что тоже больше не является членом группы. Как он сказал, из-за того, что они хотят работать с кем-то более местным. Но это даже к лучшему, добавил он. На самом деле, это очень хорошая новость для меня. Поскольку я лично решил покинуть Морбид Энджел после нашего последнего турне по Европе в ноябре-декабре 2014 года. Для меня, определенно, пора двигаться дальше с группой... Не знаю, как это произносится. Итак, после стольких лет Трей Азатот остался один. Пока Морбид Энджел осваивали индустриальный стиль и отыгрывали классические песни, Стивен Таккер тоже не терял время и успел поучаствовать в паре Death Metal проектов Warfather и Nader Sedek. А также успел приобрести опыт работы в студии в качестве саунд-продюсера или что-то около того. В 2012-м произошел скандал, участниками которого стали Стив и арабская группа Perversion, заплатившая нашему знакомому 1800 долларов за то, чтобы он сделал конфетку из материала, который они ему прислали. Но спустя год тишины Таккер сказал, что ничего не получилось. А после того, как молодые музыканты на Facebook разместили пост, что уважаемый ими Стив кинул их на бабки, фидбэка от Таккера не стоило долго ждать. Стив объяснил скандалистам, что материал их полное говно и что он провел кучу времени, чтобы сделать из того, что они ему отправили, хоть что-то удобоваримое. Но, увы, из этого ничего не вышло, и деньги он полностью отработал. Думаю, правда где-то посередине. Но вернемся обратно к Морбидам. 30 июня 2015 года Таккер объяснил, что ему позвонил Азатот, сказав, что хочет вернуться к былым временам и записать брутальную и мрачную дезметал-пластинку. Также Таккер упомянул, что у них уже есть несколько забойных вещей, что Трей прекрасный человек и музыкант, и у них наверняка выйдет что-то крутое. По крайней мере, уже лучше, чем предыдущая работа группы. Это у них уже есть, может свидетельствовать о том, что главарь Ангелов задолго до официального заявления начал сотрудничество с бывшим-бывшим будущим вокалистом и басистом банды. Никто точно не знает, о чем договорились в телефонном разговоре Азатот и Винсент, но последний, взяв подмышку Тима, сколотил группу I'm Morbid, исполняющую ранний материал Morbid Angel. Кстати, после просмотра одного из живых выступлений у меня сложилось впечатление, что Дэвид вообще особо не старается, и все звучит как средние руки кавер-бэнд. Также бывший вокалист и басист Ангелов выпустил книгу I'm Morbid, 10 lessons learned from extreme metal, outlaw country and the power of self-determination, где рассказал историю своего пути. Кстати, мать Трея не смогла не подъебать Винсента, и разместила пост на своей странице в Facebook, где спросила у Дэвида, сколько можно выезжать на успехи Трея, и пожелала удачи в собственном творчестве. Morbid Angel начинает жить с чистого листа и нового лейбла, для чего в августе 2016 подписывает контракт с UDR Music, который позже переименуется в Silver Lining Music. Также в 2016 парни находят замену Тиму за ударной установкой в лице молодого барабанщика Скотта Фуллера. К команде присоединяется и новый гитарист, Дэниел Вадим Вон, который принимает скромное участие в записи грядущей работы, и, кстати, имеет русские корни. После заключения сделки парни отправляются в Manna Recording, что во флоридском Сент-Питерсберге, и обновленным составом пишут альбом на букву К. Kingdom's Disdained. Еще одним пунктом к возвращению к былым временам стало и то, что сводить альбом взялся сам Эрик Рутен. И это говорило, никакого индастриала на новом альбоме уже точно не будет. Все вроде складывалось хорошо, и в декабре 2017-го новая пластинка увидела свет. За оформление обложки взялся Кен Колман, и работа получилась концептуальной. Разбушевавшийся дед на обложке как отсылка к флоридским старперам, что после нескольких лет неудач решили по-настоящему рубануть Death Metal. Хотя обложка мне напоминает кавер-арт какой-нибудь игры, опять же отсылка к увлечениям Трея. Альбом получился сырой, но вполне съедобный и без неожиданных экспериментов. В текстовом плане, как признавался Такер, пластинка рассказывает о социальных темах, о том, что происходит прямо сейчас. Несмотря на то, что Сиф в 2015-м говорил, мол, у них с Треем есть материал, большинство треков Азотот написал сам. За исключением трех песен, написанных Такером соавторств с Фуллером. The Righteous Voice, For No Master и From the Hand of Kings. Да, это был Морбид Эйнджел, которого многие ждали. Конечно, если брать эпоху Стивена Такера, то он не дотягивает до формул и уж точно не конкурировал с Геройс, но был заметно лучше, чем Херетик. Критики и фанаты приняли его тепло, ведь на фоне Эйлут он очень даже хорошо выделялся. Хотя, если вслушаются в него, создаются впечатления, что банда Трея пытается вытянуть себя из флоридских болот, держась за мышиный член. Будем надеяться, что он крепче, чем взаимоотношения внутри Морбид Эйнджел. По крайней мере, если судить по прошлым годам. На этом месте я хотел бы поставить многоточие в истории о Морбид Эйнджел. Вспоминая о постоянных уходах и возвращениях музыкантов, в 2019 Трей встретился с Ричардом Брюнеллом, незадолго до его смерти. Хотя в редких интервью о судьбе бывших участников он и говорил, что не знает, чем они занимаются и знать не хочет. Тем не менее, какой-то разговор у них состоялся. И могло ли это быть началом воссоединения, мы уже никогда не узнаем. Первого января 2020-го машину Трей остановила полиция за превышение скорости. В итоге водитель авто оказался пьян. Как он признался, выпил несколько рюмок виски. Я профессиональный выпивоха, говорил Джордж Эммануэль фараоном. Да, все возвращается к началу. Ведь вы помните, как я говорил в первой части, участники Морбид Эйнджел не дружат с законом. Автобус едет дальше, и рассказывать о флоридской школе Death Metal я только начинаю. Следующими, о ком я хотел бы поговорить, будут эти парни. Но перед тем, как я их покажу, пробегитесь по этим кнопкам, обязательно нажав на колокольчик.